Привет! Samsung Galaxy A7 2018 – свежий представитель очень популярной линейки компаний и воистину не китайский смарт. Данные смартфоны очень покупаемы любителями Samsung и Smart Plus не мог не обратить внимания на A-бренд. Что же может предложить смартфон стоимостью 340 долларов на данный момент, который позиционируется как среднебюджетное решение? Стоит ли он своих денег и вообще для кого данный гаджет? Главный упор тут сделан на камеры. И, впрочем, давайте по порядку. Вы на канале Smart Plus. Поехали! Итак, забегая наперед, сразу начну с того, что меня не устраивает, как человека, который тестировал много разных смартфонов. Это его цена. Среднебюджетник за 340 долларов. Хм... Но, ребята, за эти деньги можно купить нехилое устройство от тех же Xiaomi, Meizu, Honor и так далее. Но не забываем, что есть люди, которые уверены в качестве и данном бренде. И это неспроста. Samsung берет деньги не только за бренд, а, конечно же, за технологические инновации, которые уже потом подхватывает и другие, в том числе и конкуренты. Все это, конечно, стоит денег. И что сразу бросается в глаза, тут три камеры. Что и для чего, разберем чуть позже. А сейчас посмотрим на его внешность. Внешне выполнен он в таком себе молодежном стиле. Весь блестит, переливается. Сейчас это модно. Хотя такие стеклянные смартфоны, что Honor, что Huawei или Xiaomi, красивые, пока их хорошенько не замацать. Тут то же самое. Мне на тест достался образец розового цвета. Конечно, это женский вариант, потому больше будем видеть его в женских руках. Есть также черный и синий на выбор. Спереди видим дисплей на 6 дюймов и уже не маленькие на сегодня рамки сверху и снизу. Но, скажем так, в пределах допустимого. Как вы заметили, что моноброви тут нет. Это можно отнести к плюсам. Дальше начинается интересное. Корпус и его материалы. Я без печали думал, что в этой линейке и за эту сумму тут будет металл и стекло. Но что-то как-то не похоже рамка на металлическую. Вот рядом китайский более дешевый смартфон. Беру их в руки и вот здесь сразу чувствуется холодок от металлической рамки. Да и задняя крышка холоднее. Беру Galaxy A7. Рамка теплее. Задник тоже теплее, чем в первого. Хм. Смотрим внимательно. На первый взгляд стекло. Но мне как-то показалось, что это не совсем стекло. Думаю, скорее всего это композитный материал. Решил загуглить и найти отзывы реальных владельцев. И по ключевому слову пластик. Вот что выдала нам тема данного смарта на 4 ПДА. Ай-яй-яй. Так и есть. Рамка пластик. Задняя поверхность в лучшем случае композитный материал. Царапается, говорят, легко. Тут Samsung экономили как могли. Так что нужно брать чехол. У меня со смартфоном есть такой флип чехол. И эта красота легко прячется. Но зато безопасно. На всякий случай оставлю ссылку в описании на чехол. Да и на сам смарт. А вы уже там смотрите. Что же, поехали дальше. Задняя тройная камера немножко выступает. В пределах нормы. Сверху только микрофон шумоподавления. Снизу у нас вход по 3,5 миниджек. Что хорошо. Маленький динамик. Микрофон и микро USB вход. Ну это нормально. Ну это нормально. Ай-яй-яй. Еще один фейл. Держим в уме, что в A7 2017 был USB Type-C. А теперь что это? Правильно. Это называется downgrade. И влагозащиты, кстати, тут тоже нет. В отличии от предшественника. Об этом косвенно свидетельствует и лоток сим-карт, который находится на левой грани. Уплотнителей нет. Но сразу заметим, что он тут козырный. На две симки и карту памяти. Это хорошо. Ставим плюс. На правой грани у нас кнопка питания. И что интересно, это одновременно и питание, и сканер отпечатка пальцев, и кнопка управления. Этакая смарт-кнопка. Во-первых, я могу опускать верхнюю шторку. Даже не касаясь экрана. Я отметил для себя, что это удобно. Хотя я часто, просто держа смартфон, случайно опускал эту шторку. Во-вторых, двойным нажатием по умолчанию вызываем камеру. Это тоже довольно приятный момент. В-третьих, я добавил отпечаток пальца. И скажу, что распознает он достаточно хорошо. Практически без ошибок. Плюс в том, что удобно, например, разблокировать, когда смартфон на столе. Подымать не обязательно. Достаточно прикоснуться. Для разблокировки нажимать ее не нужно. Разблокировка не самая быстрая, но уровень в принципе достаточный. Есть также разблокировка по лицу. Тоже не самая шустрая, но работает исправно. Кстати, при нажатии кнопка издает громкий и не очень приятный щелчок. Как бы дешевые звуки издает. Такие у меня ассоциации. Также и клавиши громкости. Опять беру другой смартфон и слушаем звуки клавиш в сравнении. Я думаю, вы понимаете, о чем я. Лично мне не нравится, когда клавиши громко щелкают. Может кому-то наоборот. Напишите об этом в комментариях, если это так. Смарт-кнопка это конечно очень хорошо, но из-за нее производитель установил клавиши громкости необоснованно высоко. Хоть замечу, что вроде бы и место есть. Видимо на то есть причины и инженеры не смогли установить их ниже. Но это неудобно. У меня рука не маленькая, но чтобы достать до самой верхней клавиши приходится тянуться. Как видите, со смарт-кнопкой прибыло, а с клавишами убыло. Дисплей Super AMOLED. Кому-то это не понравится, а есть пользователи, которые напротив выберут AMOLED. Full HD Plus 6 дюймов. Цвета насыщенные, но кто любит более естественные, установить такие можно очень легко. Также можно включить защиту зрения. Под углами можно иногда замечать зеленые и фиолетовые переливы. Яркость как минимальная, так и максимальная вполне хорошая. Картинка на экране четкая, пиксели не бросаются в глаза. Также поддерживается Always On Display. Удобная штука. Звук из внешнего динамика по громкости на среднем уровне. Я смотрел ролики на YouTube, вполне комфортно. Звонок тоже не пропустите. Но объема звучания не хватает. Разговорный динамик вполне нормальный и четкий, как и микрофон. В наушниках звука в принципе по громкости достаточно, но на пределе. В шумных местах может где-то не хватать. Запаса большого нет. Качество звука хорошее и можно гибко настроить под себя. С сетью, кстати, нет никаких проблем. Все хорошо. За 4G можно не переживать, будет работать. Wi-Fi поддерживает два диапазона. GPS тоже работает отлично и ловит три вида спутников. Есть стандартный набор датчиков. Компас в том числе. И что приятно, в нем есть NFC для бесконтактной оплаты. Для многих это значимый фактор. Теперь же перейдем к главному бомбежу. Тут установлен процессор от Samsung Exynos 7885 с видеоускорителем Mali-G71. Данный тандем не позволит вам играть в те же танки даже на средних настройках. FPS конкретно проседает в нагруженных сценах. А вот если выставить низкие, совсем другое дело. Играть можно вполне. Я сделал вывод, что производительность тут на уровне Snapdragon 625. Но вспомним цену устройства. Вы выкладываете 340 долларов, но поиграть хотя бы на средних в тяжелые игры у вас не получится. В остальные типа Asphalt 9 и так далее это будет очень легко. Но полноценным игровым устройством его назвать нельзя. Слово, оболочка на этом железе работает очень даже неплохо. Тормоза и лаги встречаются крайне редко, если постараться. Работает смартфон на Android 8 под оболочкой Samsung Experience 9.0. Тут все удобно и интуитивно понятно. Теперь о камерах. Главная фишка данного смартфона это как раз таки камеры. Тут модуль из трех камер. Основной модуль на целых 24 мегапикселя. Причем с отличной светочувствительностью. Апертура f1.7. Фото я скажу вам, получается очень даже хорошее и четкое при дневном свете. Можно делать неплохие снимки даже в помещении с искусственным освещением. Потом далее у нас широкоугольная камера на 8 мегапикселей с апертурой 2.4. Тут дела обстоят немного иначе. Снимать есть смысл только при дневном освещении. В помещении четкость никакая. Также будет некоторый эффект рыбьего глаза. Ну а третий модуль на 5 мегапикселей служит для съемки с эффектом боке. Его тут можно делать даже в реальном времени. Прикольная фишка. Также фон можно размывать уже после съемки. Настройки возможностей камера предоставляет очень много. В том числе всякие приколы типа селфи моджи, которые сделают из вас смешную зверушку. Но это конечно будет интересно девушкам и детям. Отмечу, что оптической стабилизации нет. Но в видео можно активировать электронную стабилизацию. И с ней мы получаем кроп кадра и стабилизацию в реальном времени. Но шуму при этом будет предостаточно. И сразу видно, что видео снято на камеру смартфона, причем бюджетного. Если без стабилизации кроп кадра будет, но меньше. В общем видео мне не особо понравилось в этом смартфоне. Фронталка тут тоже на 24 мегапикселя с неплохой апертурой f2.0. И снимки вы будете получать достойные. Не скажу, что фронталочка прям вау, но действительно на неплохом уровне. Автономность. Батарея на 3300 мА. С учетом энергоэффективного процессора и экрана, на целый день его точно должно хватить при среднем использовании или чуть выше. Засекал разряд в игре и за полчаса ушло 10%. При просмотре YouTube ушло 6%. Это вполне нормальные показатели. Но чудес тоже ждать не стоит. Со смартфоном идет зарядник на 5 вольт 1,5 ампера. Из-за этого от 0 до 100 смартфон будет заряжаться более 2 часов. Примерно 2 часа 25 минут. По-моему это достаточно долго, учитывая емкость аккумулятора. Ну и что мы имеем в сухом остатке? Что? Тут я начну не из достоинств, а сразу из рубрики «А что не так?». За сумму примерно в 340 долларов мы получаем смартфон в пластиковом корпусе. С USB входом. Хоть в более ранней модели был Type-C. Влагозащиты тоже нет. С процессором и видеоускорителем бюджетного уровня. С которым в тяжелые игры можно будет с натяжкой поиграть на средних, но лучше на низких. По сути мы платим за инновации в камерах. Но тут маркетинг идет плечо в плечо с практической пользой. Основной модуль очень даже неплох, хоть и не выдающийся. Ведь тут даже оптической стабилизации нет. А видео смартфон снимает посредственно. Широкоугольный модуль снимает хорошо только при хорошем свете. И не всем он нужен. А вот фронталка вполне нормальная. Да, смартфон красив. И я думаю, что именно данная модель подойдет больше девушкам. Ввиду достойной фронтальной камеры. И внешнему виду. Из плюсов конечно же наличие NFC. Удобная оболочка, неплохой внешний вид. Хоть рамки тут и немалые на сегодня. Ну и идея из многофункциональной кнопкой тоже хороша. Но и ее недостатки я ранее уже озвучил. А в целом смартфон был бы очень хорош, если бы стоил 200 баксов. С учетом его характеристик. А так по сути повторюсь, тут пользователь платит за инновации. И я хочу сказать, есть же масса конкурентов за эту цену, но с превосходящими характеристиками. Остановитесь! Или улучшайте характеристики за эту цену, или хоть немного снизьте ее. Хоть я и уверен, что покупатель найдется. Ведь это бренд, который задает тренды. И верные фанаты у него есть. Обязательно пишите свое мнение в комментариях и подписывайтесь на канал. Тут только честные обзоры. С вами был Смарт Плюс. Всем пока, друзья!